Здесь мы будем изображать мышцы, которые видны спереди, а здесь мышцы, которые видны спину. То есть еще одна дыряжность проходит спину. Мы же договаривались, что устал будет отмечать, да? Когда ты отмечешь, сразу становится видно. Вот тебе длина зоночника, вот тебе длина бедра. Мы с вами говорили, если человек поднимает коленку, коленка должна оказаться в воздействии. То есть вопрос от коленка окажется вот здесь? Нет. Она вот тут, вон может. Это должна быть? То есть на самом деле, когда длиннее, а потом очень короче. Понятно? Так. Слушайте, у вас упорный интерес к маленьким детям. Чем меньше, тем лучше. У вас каждый раз вот голова... Да, кстати, и соотношение глинатолуища. Геннадий тоже говорит, что это маленький ребенок. Оставьте, оставьте. Вот как есть. Братик маленький. Да, да, да. Он просто очень... А, братик маленький. Все, тогда даже не спрашиваю. Тогда понятно, почему такие пропорции у вас перед глазами. Ну, потому что, да, это где-то ребенок полтора года был, потому что большинство поражает. А братику сколько? Два. Два. Ну, вот видите, я почти не ошибся. Теперь давайте поехали дальше. Давайте посмотрим, почему наша голова не падает в свечи. Головей мы пока подвели только одну пару мышц. Вот эти. Соотцовый грудин и сцерином. Так? На самом деле, одни из самых крупных мышц нашего тела, идущих не спереди, а с вами, участвуют в регуляции положения головы. Правда, они не столько с черепом связаны, сколько с шейным отделом позвоночника. Вот давайте я покажу их положение, если мы смотрим на сердце и спину. А вы скажете, какие движения вы делаете благодаря сокращениям этих мышц. Вот одна точка крепления, и вот этот орган. Две огромные трапециевидные мышцы. Они образуют всю заднюю сторону шеи, всю заднюю сторону плеча. Так? И проходят от плечевых вставок до центральной линии. То есть практически до солнечного сплетения, да? Солнечного сплетения у вас на спине будет? Нет. Но если... А если сверху посмотреть, то практически до коленого встава. Так что, при взгляде сверху, у вас проекция эти принципы есть. Но как же можно ориентироваться на солнечное сплетение, которое является ориентированным для этой проекции? Проекция со спины. Трапеции видны мышцы. Вот одна трапеция, вот другая трапеция. А теперь подумаем, если вы смотрите на что-то спеете. Вот я встаю перед двойным. Так? Трапеции видны мышцы, видны или не видны? Видны. Видны. Вот она. Вот эта вот мышца. Положите руку вот так на плечо себе. Так? Поднимите, отведите назад. Вот так. И вы почувствуете, как у вас под пальцами перекатывается вот эта грань трапеции видной мышцы. И когда культуристы там накачивают все мускулатуру, да? Вот когда рисуют человека, который на жардоне назвал его качку. Это спереди или это сзади? А для них это все равно. Я шучу, конечно. Но гордость не лопат. Вы же напокосны на тех, кто уголок снялся. У вас такое ощущение, что выбито зубы. Конечно. Обратите внимание. Некоторые мышцы вы уже знаете. Вот это что? Да это видно. Вот это что? Большую и крупную. Вот это что? Черт Ас-2. Черт Ас-2. Трапевция. Конечно, трапевция. То есть она будет вот такой бухгалкой? Да, да, да. Именно они создают вот эти бухгалки. А в родину причинственно все видно и закрыто его подбородками. Так? Они вот отсюда, а в родину должны идти вот так. А вот это решение Андрея Николаевича. Зачем? Это я вам даю пример. Да. Хорошо. Ну, теперь поехали дальше. Возвращаемся в бицепсерию. Так? Грудная клетка кончится примерно вот здесь. Линия, которая лежит ниже грудной клетки. Между грудной клеткой и тазом. Как называется? Возвращаемся в бицепсерию. Между талией и мунданкой. Ну и что можно сказать об этой линии, о течении по этой плоскости, по отношению ко всему толку человека, ко всему толку. Площадь сечения поперечных сенерталия. Сравниваем с площадью сечения груди с площадью сечения грудной клетки. Возвращаемся в бицепсерию. Возвращаемся в бицепсерию. Да. Возвращаемся в бицепсерию. Плюс мы там сейчас возведем, там такое количество обыграна, что призунки страшны. Да, ребят, скажите, у вас вообще нос гибкий или не гибкий? Или вообще гибкий? Ну, бывают люди, которые ходят, как будто шваба проколотила. Да? Вот они вот за штыр вот так вот положили. Но вообще-то у нормального человека. У нормального человека спина гибкая. И в каком месте она изменяется в нём? А мы про отделы с вами говорили. Как это смешно? Поясничный отдел. Поясничный отдел – это как раз задняя часть того, что вы называете спинная часть. В этом месте тело надо гнуть. Теперь попробуем гнуть два разных тела. Одно тело вот такое. Вот один тоже. Ну, главное, наверное, неинтересно. А второе тело вот такое. Задавика будет одинаковая. Согнуть тело посередине. Ну, ибо вот по этой улице. Я говорю, что ноги, вот такие маленькие ноги не выдержат. Вот такое нагрузки. Да, ноги нам не важны. Нагрузки. Задавика будет мешать. Ну, естественно, естественно. Поэтому недостаточно в этом участие сделать подвижными, более подвижными, более пластичными контакты между позвонками. Недостаточно. Если вы взяли даже вот такому человеку, и вот так вот с боков привязали две подушки, и спереди еще подушку привязали. Вот так хорошо приклеили, прекратили. После этого ему гнуться проще стало. Конечно, сложнее ему стало. Потому что, на самом деле, линия талии намечена у всех людей нормальной комплекцией. Да? Хорошо. А кости, как вы вверху сказали, в этом месте нет. Да? А там в глубине находятся наши важнейшие внутренние органы. Печень, желудок, кишечник, а масса всего важного. Хорошо. Ну, как по-вашему, здесь плюс здесь стейдик и какая-то мускулатура. Да. Как называется? Бицепс. Нет, не бицепс. Бицепс в животе. Так как называется? Животная какая-нибудь, слушайте. Мускулатура брюшного... Пресс. Мускулатура брюшного пресса. Да? Брюшной пресса. Значит, мышцы это очень интересно. На самом деле, они идут вот отсюда, от нижних ребер грузной клетки. Вот сюда. Костянка. То есть, если складываются, они вот так. Как они складываются? Крупненная. Это мышечная лента. Вот они смеются. Вот, с удрожженной линией дела. Мышечная лента. На вот этой схеме, на боковой схеме. Вот он, таз. Как идут мышцы брюшного пресса? Вот так. В технологии, в инженерии, какое устройство называется прессом? Такое прессо. Прессо. Здавливающая. Что здавливает мускулатуру брюшного пресса? Как не живот. Внутреннее окон и брюшной полоска. Скажите, пожалуйста, если я беру две точки. То есть, точку А и точку Б. Вот у меня есть две точки. Как будет выглядеть изображение кратчайшего пути от точки А к точке Б? Самую короткую. Прямая. Прямая. Итак, прямая, это кратчайшая, соединяющая две точки. Давайте смотрим. Вот у нас точка А, верхнее крепление мускулатуру брюшного пресса. Точка Б, нижнее крепление. Если он напряжен, то что с линией живота? С прочим на линии живота? На что превращается? В пузо. В пузо. Набряжен, эта мышца сократилась. В комнату или сгибается? В комнату или грибой? Нет, мы зафиксировали тело, с одним телом нельзя. Я взял, привязал, человеку, садил, и греевую шпану. То есть, он гнус не может. Он проглотил шваку, да? Ну, проглотил шваку. Хорошо. То есть, вот эта осень его кума. Ну, да. Значит, а мускулатура брюшного брюшного пресса сократила. Как изменится форма, линия оба? Натянется. Конечно. А сейчас натянется. Что мы скажем про этого человека? Что он сделал животом? Подтянул живот. Подтянул живот. Да? А если, а если мульту расслабить, а перед этим мы как следует, так плотненько, плотненько, позавтракали, а потом еще второй завтрак, а потом еще и обед. И все это быстренько, одно за другим прошло. А мускулатура брюшного пресса расслабилась. Во что превратился линия? А в это? А в это? А, вот так. Тепленькие, кругленькие живут. Понятно? Вы знаете. В результате мускулатура брюшного пресса поддерживает спирень органов брюшной полности. И как Майя абсолютно справедливо говорит, если мы швабу из человека вынем, то есть вернем на муги, а эти мышцы сократятся, как изменится полный человек? А вот в ноглом переря. В ноглом переря. В ноглом переря. При этом мышцы брюшного пресса очень редкое исключение в нашем теле. Да, вопрос. У меня вопрос. А вот почему вот у качков, как вы говорите, тут такие шарики дают? Это где? В районе песни. Вот честно, об этом с вами. Нет, да, не шарики, а губики обычно дело определяют. Вот честно, об этом с вами и поговорим. Да? Берем две разные мышцы. А сейчас я вам их нарисую. И качок. Это не качок. Это качок. Нет, качка тоже может быть. Это борец с умом. Знаете про такое традиционное иконское единоборство? Да. Да, я уже делаю. Кстати, вы учтите, что при таких внушительных размерах всех борцов с умом отличная растяжка. Это народ, который запросто на мостик, запросто садится на шпагат и там по-моему. Ребята, это не просто такой толстый европейц или американец, ничего подобного. Это люди, которые посвящают свою жизнь тренировке тела просто в другом направлении, чем направление привычное. Они отлично владеют тела. Не просто хорошо, а отлично. Пожалуйста, не купите просто толстого человека с борцовым суммой. Вот я сейчас нарисую две мышцы. Одна мышца у нас будет вот такая. Вот эта мышца, а вторая мышца у нас будет вот так. Вот эта мышца, мы знаем, мышца А, вот эта мышца Б. Хорошо. Поднимайте руки. Кто может объяснить, а зачем вообще нужны мышцы в нашем теле? А остальные не понимают? О, как сложно. У нас уделили, нужно, чтобы двигаться. А как они умудряются? Двигаются, что они нашего тела. Прошу вас. Сокращаются и растягиваются. Вот. Можно? Да. Ни одна мышца не умеет растягиваться. Сокращаются и растягиваются. Сокращаются и растягиваются. Значит, единственное, что умеет делать мышцы, если им подать энергию, если они получают приказ от нервных клеток, мышцы могут вот так или вот так вот изменить свою форму. Скажите, как в рабочем состоянии форма мышц меняется? Вот рабочий станет синим. Как описать изменение формы мышц при переходе в рабочее состояние? Сокращаются. Ребята, вот. Мышц не одно измерение. Это объемная теория. Менять форму. Как менять форму? Жатую. Да, прошу вас. Жатую. В каком направлении? В каком направлении? В артикале. Давайте посмотрим. Обе эти мышцы имеют форму шара или у них можно выделить длинную ось и диаметр? Длинную ось и диаметр. Можно выделить длинную ось и диаметр. А вот теперь, пожалуйста, опишите изменение формы мышцы при переходе в рабочее состояние. Усложание подлинной веси. И? Решение. И увеличение диаметра. Невозможно взять и сократить одну ось, оставив без изменения вторую. Мышцы из клеток ставят? Да. Из клеток. Чем заполнены клетки внутри? В смысле? Цитоплазм. Цитоплазм. Какого вещества больше всего в цитоплазме? Воды. Воды. То есть, на самом деле, жидкостное заполнение клетки заполнено киселем. Я даю вам стакан киселя. Так? Вот у вас полный, полный стакан киселя. Вы начинаете его сжимать. Сжимаете, сжимаете. Скажите, а жидкости сжимаем мы или нет? Нет. Нет. А теперь смотрим. Если вы взяли, сократили длину мышцы, так, что обязательно должно произойти? Диаметр у него будет увеличиваться. Ведь объем-то ее останется крешным, объем снулись не может быть. Поэтому при переходе в рабочее состояние длина мышц уменьшается, а диаметр возрастает. Ну, точнее, хочет поперечный течение возрастать. Хорошо. А теперь вопрос с вашей точки зрения. Какая мышца сильнее? Мышца А или мышца Б? Мышца А. Мышца А. А почему? Что она толще. Дело в том, что сила мышц зависит только от их поперечного течения. Только от диаметра. Грубо говоря, от того, насколько они толстые. От длины никак не зависит. Принцип простой. Мышечные клетки идут вот так. Вот это вот скажи мне, как это вот скажи мне. Так? От чего будет зависеть сила сокращения? Ну, представьте себе. Вы взяли, провели одну мышечную клетку, вот так вот. Сокращаясь, она может поднять один грамм. Так? Цеплять их вот так, посыпать на грудодную нельзя. Нельзя, да? Как создать мышцу, которая сокращает, поднимет килограмм? Сколько мышечных клеток поставить параллельно? Тысячу. Тысячу. И эту мышцу будет поднимать килограмм. Хорошо, действующая, поднимет килограмм. Сколько у нас? Десять килограмм. Десять килограмм было. То есть, на самом деле, чем толще вот этот кучок, тем больше всего сокращение. Это понятно? Хорошо. Значит, у всякой нормальной мышцы, да, сила зависит только от площади перечного сечения и не зависит от длины. А вот у брюшного просто не так. Там хитрая, нет, там хитрая, достаточно штука сделана. Почему и зачем, чуть-чуть тоже разберемся. Смотрите, как это делается. Вот чем кончается каждая нужна, то у скажу, вот это что? Сухожилия. Сухожилия, при помощи которых нас крепится к скелетам. Да. Отлично. У брюшного пресса у нас водка. Вот сухожилия, которые идут к нижнему левому. Вот они. Дальше. А дальше тема вот этих мышц. Мощная. Достаточно. Но мышечные клетки не могут быть еще длинными. Они не так гигантские. Все равно длиннее, ну да, сантиметров в пяти, ни одна мышечная клетка не будет. Хорошо. Вот у вас мышечные клетки кончились. Скажите, удалось ли вот это расстояние перекрыть? Нет, а дальше еще скажу. А дальше опять скажу, да. А дальше? Опять мышечные клетки. Больше, больше. Все кубики. А дальше? А дальше опять, скажу, да. То есть вот эти вот кубики. Да, да, да. А дальше опять мышечные клетки. Вот эти ленты, которые состоят из чередующихся с указырных участков, участков брюшка, собственно, работающей части мышцы. Если человек напрягает брюшная пресса, что с диаметром работающих участков увеличивается? Что на поверхности живота человека видно? Выступающие люди. Вот они. Радус. Главное. Понятно, друзья? Да. Хорошо. Вот немножечко с вами разобрались с брюшной прессой. Значит, то есть это мускулатура, которая формирует переднюю стенку живота. Замечусь спину. Ну, на самом деле, каких-то очень крупных мышц вот в этом районе, которые вам следовало помнить. А, ну, пожалуй, вот такие мышцы. С одной стороны звоночника две длинные ленты. Прямые мышцы спины. Они идут вот так. Со спинной стороны звоночника. Присоединяйся на разных уровнях к спинным аскистым отрусткам до звонка. Прямые мышцы спины. Если они сократятся, как бы у человека изменится позд тела. Прямые мышцы спины начинают прогибаться назад. Так. Хорошо. Две мышцы, которые будут иметь вот такую полу, в районе талии, как раз в районе поясничного отдела, вот так вот охватываем спинную сторону человека. Широчайшая мышца спины. Смотрите, брюшной пресс подтягивает брюшину, сторона брюшной полустя. Но ведь на спине у вас в этом месте тоже костяки. Если бы там не было мускулатуры, то, оказывается, человек плотненько поел, брюшной пресс не дает животу уехать вперед. Так? Ага. Дву корпуса верблют, только левый и правый порт, который выкатился сзади, слева и справа позвоночник. То есть на самом деле, вот этот мышечный футляр, который заключены внутренние окна, будет называться мышечный корсет. Так? Наше тело заключено в мощный мышечный корсет, который подтягивает внутренние органы, сокращение движения которого регулирует все движения толщиной. Но это, пожалуй, основная торсовая мускулка, которая следует узнать. Продолжение следует...